Приветствую вас, и вы знаете, наверное, первой рекомендацией, которая у меня будет к вам, первая рекомендация, она будет такая, что вам бы, к сексологу бы, обратиться с вашей проблематикой, с определением, я бы сказал, если можно так выразиться, с определением своей ориентации, да, вот, с отношением к ней и так далее, потому что все-таки эти вопросы лучше решаются именно сексологами. С другой стороны, исходя из того, что вы нам написали тут, на момент записи моего ответа у вас не было никаких комментариев от коллег, исходя из того, что вы написали, мне представляются, мне представляются, возможно, следующие варианты. Во-первых, консерватизм ваших родителей побудил достаточно серьезные процессы вытеснения. И все ваше поведение, включая брак и включая вот то, как вы воспринимаете мужчин, можно назвать в известной степени невротическим, по той причине, что даже если у вас изначально, вот, просто, например, если у вас, скажем, в детстве были какие-то вот лесбийские наклонности, вот, что вообще-то говоря неплохо и совершенно нормально, и в этом нет ничего плохого и так далее, то родители ваши, скорее всего, они у вас вот все, вот это вот вытеснили. И вытеснили они это именно тем, что вы, ну, что у вас консервативная семья, как бы. То есть вытеснение здесь, оно связано именно вот с этим моментом, тем моментом, что у вас консервативная семья. При этом вы, может быть, всегда хотели, чтобы у вас была женщина. Может быть, вам этого хотелось, но вы себе этого просто-напросто не позволяли, допустим. Возможно, конечно, и другие причины. Например, может быть, причина такая, что из-за того, что ваши родители были консервативными и сильно вас к себе привязали, например, да, из-за этого вы, может быть, нуждаетесь постоянно в материнской какой-то вот ласке, в материнской заботе, и вообще просто в присутствии, как бы, в вашей жизни определенной мамы, которая бы вас как-то, ну, направляла, может быть, или что-то вот такое бы делала, делала, понимаете, да, то есть материнская любовь, присутствие мамы. А вам нравится чувствовать себя, может быть, ребенком там и так далее. Вот. То есть моменты здесь могут быть вот такими. С другой стороны, проблема может быть также еще и в том, что у вас, например, не получается выстраивать отношения с мужчинами, и вы всегда, всегда чувствовали себя, может быть, ну, недостаточно женщиной, или, может быть, что-то вот такое у вас было. Понимаете? То есть работать, работать в этих направлениях, сломянуть. Но больше всего, что меня встревозило, как вот психолога, это то, что вы говорите, что это ненормально. То есть вот то, что вы испытываете, вы называете ненормальным. Тогда как вообще-то это, ну, совершенно нормально. В этом нет ничего ненормального. Если вы хотите, например, сблизиться с женщиной, если вы хотите проявлять к ней любовь, если вам нравится это делать, то тоже в этом ненормально. И полагаю, что здесь играет роль именно то, как вас воспитывали ваши родители. Вот я полагаю, что именно в этом всё и сделаю. Именно родители внушили вам вот то, что это ненормально, и отшили, что у вас и пошло. Как вот это, по крайней мере, видится мне, вот мне видится это именно вот так. На данный момент. По крайней мере. Значит, ну, в принципе, вопросов вы никакого не задаете, кроме того, что спрашиваете. У меня что нетрадиционная ориентация. Вот. Я вам могу сказать, что это определит, значит, сексолог, психологи и не те, кто определяют подобные вещи. А я вам могу сказать, что детско-родительские отношения, отношения с мамой нужно прорабатывать в любом случае. Значит, отношения с мужчинами и почему вы в разводе с своим мужем, почему он вам изменял. Это тоже очень важный момент для проработки. Потому что измены, они, знаете, не бывают просто так, и если они есть, то для этого имеются основания. То есть здесь вот момент именно такой вот, чтобы вы проработали в первую очередь именно свои детско-родительские отношения и отношения с мужчинами. Далее необходимо вам вот для себя самой определить. Ну вот, во-первых, нужно вам представить себе, что вы там все-таки, все-таки, например, занимаетесь сексом с женщиной. Женщиной, да, вот, как вы, как вы это воспринимаете, да, как вы, вам это нравится или нет. Только честно, опять же, вам это нужно сказать, именно честно, потому что, если вы скажете это, как-то вот, обманывая себя, это уже будет совсем не то. Вот, значит, ну и еще стоит подумать на тему того, значит, на тему того, вот предположим, предположим, что у вас нету, нету у вас вот больше в окружении таких женщин, да. Вот, ну, просто предположим, такую ситуацию, вот, предположили, да. И дальше, что вы будете чувствовать, что вы будете чувствовать, если вы будете одна, без вот этих вот женщин. Подумайте, на мой взгляд, это очень важно для вас, очень серьезно для вас, если вы хотите себя понять и свое отношение к женщинам в целом. Вот, ну и, собственно, вот вы говорите, что мужчин, вы воспринимаете, как что-то обычное, они вас никак не будоражат, они вас никак не впечатляют, если я, ну, правильно вот вас понял. Как раз таки. Скажите, пожалуйста, было ли так всегда или после отношений именно с мужем вы стали замечать за собой такое вот отношение к мужчинам? Мужчинам, потому что, когда вы были за собой, вы что ощущали вы, что чувствовали, вот как раз к своему мужу, что вы чувствовали? Радостно вам изначально. Любили ли вы его, опять же, изначально или все-таки там было больше просто по расчету какому-то, по тому, что надо и так далее? Ведь, понимаете, в чем дело? Основной момент консервативной семьи заключается в том, что вами руководят не ваши желания, а то, что как бы надо. Вот не то, чего вы хотите, а то, что надо. И именно вот это вот надо, именно надо, оно вытесняет то, чего хотите вы. И из-за этого происходят вот такие вот ситуации, как у вас, которые, в общем-то, заставляют вас думать, что вы не такая. Ну а что касается нормы, здесь я вам могу сказать только то, что уже давно достаточно доказано, что нетрадиционные ориентации, это абсолютно нормально и не является каким-либо отклонением, не является болезнью и прочее, прочее, прочее. И в любом мире животным есть какой-то процент от таких вот особей, которые являются одетами, условно говоря, однополой любви. Да? Вот. И это абсолютно нормально. То есть в этом нету каких-то вот отклонений там, аномалий и прочее, 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 прочее. Вот. Поэтому данный аспект я рекомендовал бы вам постараться для себя тоже, как следует подумать. Ну и если решитесь поработать с психологом, вам в любом случае это нужно делать, выбирайте эксперта на нашем ресурсе и начинайте работать с ним. Также обязательно я рекомендую вам, еще раз напоминаю, рекомендую вам обратиться к сексологу, потому что для того, чтобы лучше понять свою арестацию. Вот. Будьте готовы к всякому результату, всякому абсолютно. Вот. И дальше уже, когда будете знать свою арестацию наверняка, вот когда будете наверняка знать свою арестацию прямо, тогда уже можно будет обратиться к психологу для того, чтобы ее принять. Вот. Да, чтобы ее принять и учиться с ней как-то жить. Потому что, ну, вы можете, например, от нее отказываться, но как бы вы ни отказывались, это вы, если это ваше действительно, то это нужно принять. В противном случае ни вы не будете счастливы, ни ваш ребенок, ваша дочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!